Магнитогорцы обвинили свою землячку в воровстве денег, которые люди переводили на лечение тяжелобольного мужа. Мужчина еще в середине июня неудачно упал с велосипеда, после чего долгое время пробыл в коме. И пока врачи боролись за жизнь магнитогорца, дама якобы отправилась гулять по ресторанам и даже завела себе страничку в приложении знакомств. Все подробности в сюжете. На этих фото та самая семья. Красивая мама, счастливый папа, улыбчивые дети. Но в июне к ним пришла беда. Мужчина катался с ребенком на велосипеде и неудачно упал. Удар пришелся на голову и после этого мужчина надолго впал в кому. Видимо, именно тогда и была записана эта аудиозапись, которая попала в распоряжение журналистов. Илья нужно предоставить, еще раз говорю, достойный палеотивный уход и достойные похороны. Илья выжил и даже пришел в сознание, но оказался обездвиженным. Пожаловалась на свое здоровье и супруга больного. Вот такое, вот такое себе. И меня перекосило на левую сторону очень сильно. У меня прям горб, я сгорбилась, не могла выпрямиться. Ходила прям, плечи поникшие, схуднула. Такие изменения для дамы оказались болезненными. Ведь она основательница местного клуба для женщин. И должна быть примером для своих клиенток. Помимо этого, старается заниматься астрологией, благодаря чему собрала внушительную аудиторию. К ней-то она и обратилась в момент очередной поездки к мужу в больницу. Какой еще благотворительный фонд, чтобы был официальный сбор. Денег нельзя же просто так собирать. Как бы, ну подумаешь, что я мошенница, там себе собираю бабки. Кстати, там один дружочек, Ильи, который ни копеечки не дал. Зато понтил вообще на весь мир. Спрашивает, куда Ира деньги девает. Но позже высказался другой житель Магнитогорска. Он заявил, что денег от супруги никто так и не увидел. А собрали средства на реабилитацию ее больного мужа другие люди. Расходы все взял на себя фонд, дом для мамы. Фонд был объявлен сбор средств на лечение. Тогда у Магнитогорцев и возник вопрос, куда же делись все деньги, которые перечисляли на карту жены больного. Ведь сумма там может исчисляться не одной сотни тысяч рублей. А позже появилась информация, что дама якобы промотала все деньги на развлечения. И в подвесок ко всему завела страницу в приложении знакомств. Только вот женщина утверждает, что вообще ни у кого денег не просила. А все, что ей отправляли, были подарки. Это мне лично отправлял, мои клиентки, или дай мне свою карту. Я хочу именно тебе помочь. Это мне. Я свою карту вообще никому не отправлял. А вот эта запись была сделана около месяца назад. В нем дама просит деньги на реабилитацию мужа. Я сейчас в больницу, буду просить, выпрашивать историю болезни. Проведу Илью. Дальше работать. У меня еще мероприятие сегодня для девчат. Все деньги, которые я консультирую, с мероприятий. Это все будет идти Илье на реабилитацию. Мы соберем Илье на жизнь. Представляете, мы все, каждый из нас, из тысячи рублей подарит Илье жизнь. Это же, да блин, хотя бы так элементарно сказать, мы карму хотя бы свою почистим. Но даже это не стало для дамы аргументом. Все люди завели разговоры. Это друзья, так скажем, Ильи. Они говорили о том, что я должна забрать его домой и сама за ним ухаживаю. Хотя изначально я сказала, что я просто не вылезу этого. Известно, что в начале сентября магнитогорца отправили в реабилитационный центр Екатеринбурга. В его состоянии уже наблюдается положительная динамика. Потихоньку он уже может есть жидкую пищу. Но впереди у него еще долгие месяцы восстановления.